Сегодня мы с вами протестируем очень интересную маску для лица. На упаковке у нее здесь просто миллион обещаний. Она и подтягивающая, то есть у нее есть лифтинг эффект. Также она борется с морщинами, отбеливающая. Мне в принципе это нужно, потому что у меня есть на лице пигментные пятна. Также она стимулирует выработку коллагена. И кстати в составе у нее здесь коллаген есть. И помимо всего и прочего она еще и выглядит как расплавленное золото на лице. То есть она застывает и потом эту пленку вот так вот можно одним махом просто снять с лица. Поэтому давайте приступать. Очень мне интересно протестировать эту маску. Действительно ли она хотя бы что-то делает или все-таки это больше буквы на упаковке и больше они ничего не значат. По инструкции здесь указано, что мне нужно очистить свое лицо. И обходя стороной зону под глазами, а также губ, нужно нанести эту маску на лицо. Со всем тонким слоем, подержать 15-20 минут, пока она высохнет. И потом снизу вверх ее снять. Можно использовать от 1 до 3 раз в неделю. На лице у меня абсолютно ничего нет. Я полностью его очистила перед тем, как снимать это видео. Единственное, что у меня есть, это макияж глаз и брови тоже у меня есть. Немножко бальзама на губах тоже есть. И кстати, у меня такой насыщенный макияж сегодня в этом видео. Я таким вот образом подготовилась к видео о тинтах от Армани. У меня на одном глазу Армани, а на втором аналог за 2 доллара. Интересно, вы различите на каком глазу что? Но сейчас не об этом. Давайте наносить эту маску. Открываю упаковку. Упаковка абсолютно обычная, просто картонная. И здесь вот такой вот тюбик. А там еще, кстати, что-то есть. Ой, здесь вот такой вот небольшой проспектик. И здесь написано, что это сочетание растительного коллагена и 99.999% наночастиц 24-каратного золота. Ну, как по мне, так это чушь какая-то собачья. Ну, сейчас мы посмотрим, как это работает, потому что главное посмотреть, как это работает. Тюбики 100 грамм, то есть хватит, мне кажется, на достаточно долгое время, если пользоваться 1-3 раза в неделю. Снимаю защитную упаковку. Защитная упаковка. Давайте с вами на текстуру посмотрим. Выглядит как более блестящий мед, наверное. Я бы вот так вот описала эту консистенцию. Ну что ж, погнали. Ой, она такая вязкая. Выглядит очень красиво, в принципе. Такая блестящая. Точно как будто в мед добавили немножко блесточек. С такими масками, кстати, очень важно обходить стороной волосы. Я их постаралась, конечно, заколоть, но все равно какой-то 1-2 волоска точно зацепится. Всегда так бывает. Особенно, когда снимаешь под таким светом. Для вас все, конечно, видно намного лучше, а меня он настолько сильно слепит, что вообще ничего не видно. Это только кажется, что блогеры, когда снимают, они снимают в хорошем освещении. И макияж особенно сложно снимать, потому что очень слепит освещение такое студийное. Ну, кстати, то, что я выдавила, оно у меня все уже практически закончилось. Поэтому она не сильно и экономная. Очень липкая тоже консистенция у нее. По ощущениям, кстати, такое вот легкое ощущение прохлады чувствуется. Достаточно приятное. Ну что ж, маску я успешно нанесла. У меня на палетке вот смотрите, что осталось. Сейчас я вам покажу, чтобы было видно. Вот где так, наверное, вам будет видно. Это я 3 раза добавляла то количество, которое я сначала вам показывала. То есть не сильно она экономная, я бы сказала. И я уже начинаю чувствовать, как она начинает стягивать мое лицо. Так, сидеть там, по-моему, 15 минут, если я не ошибаюсь. 15-20 минут. Поэтому сейчас буду сидеть и убивать время. И мы с вами увидимся через 20 минут. Сейчас прошло даже больше, чем 20 минут. Где-то, наверное, минут 40 точно прошло. Маска уже у меня полностью высохла. Но в некоторых местах все равно она немножко как бы влажная. Вот здесь на щеках она дольше всего сохла. И мне сейчас даже трудно разговаривать. Поэтому давайте ее, наверное, снимать. Кстати, ощущение очень сильно, как будто она мне стянула лицо. И я вот смотрела в зеркало. Такое впечатление, что в некоторых местах, особенно вот здесь, она как будто, знаете, как действительно какой-то лифтинг эффект. Хотя это может быть из-за того, что она мне просто как бы стянула кожу. Поэтому мне так кажется. Давайте снимать. И тогда уже поговорим о ней более конкретно. О! Блин, а снимать ее больно. Ой! Ау, блин. О! Так вот. Блин, капец. О! Ох, она болючая, кошмар! Это вот все, на что я продвинулась. А, кстати, внизу такая кожа гладенькая. Ай! А! А! Блин, как больно, капец! Так, ладно, я, наверное, ее сейчас разрушу. А! Ах, зараза какая! А-а-а-а-ай! А-а-а-ай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ох, ребята, настолько болезненно я еще ни одну маску не снимала. Такое впечатление, что я вместе с кожей ее пыталась содрать. Очень больно. От 1 до 10, наверное, 8 бы я точно. Поставила бы. У меня сейчас кожа на лице тоже горит. Такое впечатление, действительно, что я очень какой-то сильный филинг сделала на лице. Что же касается того, стоило оно этого или нет, то мне кажется, все-таки общий такой вид лица немножко посвежел. И поры как будто немножко у меня сузились. То есть есть некоторые места на лице, там где у меня вообще такая совсем гладкая кожа стала. И поры как будто заполнились, как после какого-то праймера, который заполняет поры. Вот именно такое какое-то ощущение. Вот здесь вот особенно у меня краснота проступила. Потому что здесь больнее всего было вообще. Просто невыносимо больно здесь было снимать маску. Чем выше, тем менее болезненно. То есть уже в районе щек, носа и лба. В принципе, вообще практически не больно. Но вот здесь вот, вот в этой вот части, это просто какой-то кошмар. Очень сильно больно было ее снимать. Давайте теперь оценим с вами до и после. Ну что скажете? Видите вы какую-то разницу? Я, честно говоря, наверное, не вижу настолько большую разницу, чтобы подвергать себя таким же мучениям в будущем. А что думаете вы? Обязательно напишите это в комментариях. Заметили вы какую-то разницу или не заметили? Пользовались ли вы сами такого рода масками или не пользовались? Какие у вас впечатления? Попадалась ли вам какая-то действительно классная маска? Обязательно мне это напишите. Я думаю, и мне, и другим будет интересно об этом почитать. На этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Не могу сказать, что я кому-то бы рекомендовала эту маску, потому что эффект, наверное, не настолько стоящий, чтобы подвергать себя таким пыткам. Вот абсолютно честно вам говорю. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом, вы всегда будете в курсе, когда выходит мое новое видео, потому что YouTube вам будет присылать уведомления об этом. Так что обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!